Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа по существу. Меня зовут Татьяна Трофимова. Недавно в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Обсуждались итоги и направления социально-экономического развития республики. Все дополнительные меры стимулирования, которые обозначены в ваших базах, по нашим принятым решениям, безусловно, исполняем. По строительству детских садов многое мы сделали. По очередям в возрасте с трех лет текущая только очередность. Наша задача в 2015 году разрешить проблемы с полтора лет. Есть свои региональные республиканские программы поддержки молодых семей, в том числе по обеспечению жилья? У нас утверждено 15 государственных программ, в том числе по мерам стимулирования наших молодых семей. Мы дополнительные меры приняли по ипотечным кредитам, категории учителей, работников сферы здравоохранения. Дополнительно за счет регионального бюджета субсидируем 4%. Тем самым удешевляем стоимость кредитных ресурсов для оформления кредитов коммерческих банков. В нашей студии пресс-секретарь главы Чувашской республики Михаил Юрьевич Вансяцкий. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Михаил Юрьевич, приоткройте завесу. Расскажите, как устраиваются встречи такого высокого ранга? Татьяна, я, наверное, не смогу полностью удовлетворить ваше любопытство, потому что я в основном занимаюсь информационной составляющей, а не занимаюсь организацией таких встреч. Но я могу сказать, что Михаил Васильевич к этой встрече готовился тщательно. Он подобрал всю информацию, которую мог бы запросить глава государства. Ну, я думаю, самое главное, что Владимиру Владимировичу все-таки было приятно услышать после всех этих пертурбаций с падающими боингами, с тем, что происходит на Украине. Все-таки было приятно услышать, что Чуваши, люди разных национальностей, живут в фамилии и согласии, что у нас люди живут в любви, что стало больше рождаться детей и стало больше, чем многодетных семей. А Михаил Васильевич делился со своими коллегами после разговора с Владимиром Путиным, ну, в частности, с вами, своими эмоциями? Я скажу честно, что там делиться особо не нужно было, потому что было видно по Михаилу Васильевичу, что встреча прошла очень доброжелательно. Это было на лице практически написано. Он очень воодушевленный оттуда вышел. Еще до встречи с Владимиром Владимировичем, пока он ожидал этой встречи, у него состоялась встреча с вице-премьером Российской Федерации Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Кто не знает, этот человек курирует оборонный комплекс, потому что эта встреча очень важная была для наших многих предприятий Чувашской Республики, которые имеют оборонные заказы. А уже после встречи с Владимиром Владимиром Владимировичем состоялись два разговора с помощниками президента России. Это Андрей Ремович Белоусов, человек, которому поручено курировать вопросы, связанные с концертно-тракторной завода, и с Владиславом Юрьевичем Сурковым. Но эту фигуру многие знают, там разговор был личный. К сожалению, я не могу содержание этого разговора передать, но могу только сказать, что этот разговор добавил Михаилу Васильевичу положительных эмоций. Так каков итог таких масштабных встреч? Во-первых, Михаил Васильевич проинформировал главу государства, то есть глава государства получил из первых уст информацию о том, что происходит в республике. Во-вторых, Михаил Васильевич рассказал Владимиру Владимировичу о некоторых направлениях, которые мы пока, к сожалению, без помощи федерального центра сами не можем осилить. Это и социальные вопросы, некоторые это вопросы, связанные с повышением заработной платы, это вопросы, связанные с финансированием строительства жилья для детей-сирот, потому что очень высока доля именно нашего бюджета республиканского решения этого вопроса. Концертно-тракторные заводы, и здесь Владимир Владимирович сказал, что он в курсе этого вопроса, и поручил, как я уже сказал, курировать этот вопрос ему помощнику Андрея Ромичу Белоусову. И это вопрос, связанный с празднованием юбилейных дат. Хотя, конечно, основное финансирование по празднованию 550-летия Чебоксары и столетия Чувашской автономии пойдет еще не скоро, он подойдет через 2-3 года. Тем не менее, уже сегодня нужно этим вопросом озаботиться, потому что понятно, что в условиях такого ужатого бюджета у Министерства финансовой Российской Федерации есть желание секвестировать все побочные расходы, которые они считают неважными для них. Но для них они неважны, для нас эти проекты очень важны. Поэтому, конечно, Михаил Васильевич об этом сказал, Владимир Владимирович, и Владимир Владимирович резолюцию наложил, рассмотреть эти вопросы и помочь именно представителю правительству Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Вот это с экономической точки зрения, поэтому, конечно, вот такое серьезное значение имела эта встреча. Ну и второе значение – это политическое, потому что эта встреча, я думаю, убедительнейшим образом развеяла все слухи и сплетни, которые ходят вокруг досрочной отставки главы республики. Она показала, чего стоят эти сплетни, чего стоят люди, которые эти сплетни распространяют из средств массовой информации. Когда я говорю «стоят», я имею в виду морально-этическую составляющую, а не финансовую. С точки зрения финансовая там все нормально у них. Поэтому с политической точки зрения, конечно, эта встреча значительно повысила авторитет главы республики и успокоила очень многих, кто начал колебаться и ожидать, что вот-вот-вот, а вдруг это правда, а вдруг и правда вот с того уходит. Нет, это неправда. Выборы в 2015 году, как положено по сроку, по закону. Ну, Михаил Васильевич полон сил. Он продолжает ездить по республике, выезжает в различные районы. У вас тоже, несмотря на то, что пора отпусков, очень много работы, наверное, да, потому что глава Чувашия постоянно выезжает в районы, в города Чувашия. Там он встречается с гражданами, которые наверняка ему на что-то жалуются или кого-то хвалят. Вот скажите, пожалуйста, когда вот вы с ним вместе выезжаете, все-таки граждане в районах и в городах, они обращаются с одной и той же головной болью или она у всех разная? Два основных вопроса, которые поднимались, это первые – дороги, дороги во дворах и дороги до сельских населенных пунктов, от райцентров. Везде, все районы. И второй вопрос, который стал сейчас подниматься, это вопрос снижения планки по трудовому, трудового стажа для получения ветеранского удостоверения. Ниже 40 хотят? Да, женщины. В основном поднимают женщины, в основном они говорят, давайте хотя бы до 35 лет. Вот интересно, да, когда 17 лет в республике вообще не было, никому не вручали по стаже ветеранских удостоверений, эти вопросы не поднимались вообще. Сегодня даются звание ветеран труда по стаже, и уже люди начинают говорить, несправедливо, 40 лет несправедливо, надо меньше 35. Ну, Михаил Васильевич отвечает честно, без приукрас, что, в общем-то, пока в бюджете нет денег на то, чтобы опустить планку на 5 лет. Ну, по крайней мере, на 2,5 года такой вопрос рассматривается. Эти деньги изыскиваются, эти средства. Будем надеяться, что мы сможем удовлетворить просьбы наших ветеранов, хотя бы на 2,5 года эту планку снизим. Какое настроение у Михаила Васильевича Игнатьева после этих поездок? Вот я могу сказать точно, что когда он общается с простыми людьми, вот с какими бы несправедливыми упреками к нему не обращались, 99% от упреков, которые бросают в главе республики, по большому счету, это полномочия местных органов власти. И вообще некоторые вопросы вообще должны решаться, там, на уровне управляющей компании даже. А с ними обращаются к главе и упрекают главу в том, что этого не сделано. Но вот, вы знаете, когда, даже какие бы упреки бы ни бросали, он никогда это не влияет на его моральное состояние, когда он обращается, вот, общается с простыми людьми. Я не знаю, почему, но, наверное, знаете, почему? Потому что эти люди честные. Они упрекают главу не потому, что им там заплатили, а они должны им навредить как-то. Они что думают, то и говорят. Они вот что на душе у них, да, вот то они и говорят. Это наполело на душе. Поэтому эта энергия, она чистая. И я ни разу не видел, чтобы она как-то сильно повлияла на эмоциональное состояние. Но, с другой стороны, это и такой звоночек получается, что вот здесь что-то не так, вот здесь надо что-то, может, перепроверить. Действительно, вот эти поездки, они дают огромный пласт информации. То, что глава видит, когда ездит сам город и район, он никогда не узнает это от чиновников. Никогда в жизни. Эти поездки очень полезны. Они полезны и для Михаила Васильевича, и для жителей. Потому что жители видят, что власть, в общем-то, хочет действительно знать, что происходит на самом деле. Ну, а власть узнает, почему наши жители так ее не любят порой. Вот что можно сказать об этих поездках. В завершение нашего разговора я бы хотел пригласить всех журналистов 7 августа в 11.00 в Дом правительства на пресс-конференцию главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. Там вы сможете все вопросы, которые вы хотите задать, и о том, что услышите, рассказать потом своим читателям, телезрителям и радиослушателям. Спасибо, Михаил Юрьевич. Я напоминаю вам, в студии мы говорили с пресс-секретарем главы Чувашии Михаилом Юрьевичем Вансяцким. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»